АПЛОГЕТИКИ Ну, а теперь мы можем с вами, пожалуй, приступить к тому, что называется курсом апологетики. Слышали когда-нибудь такое? Ой! Что-то неслыханное, невиданное! Ну, ещё основное богословие – это понятно. А апологетики? И я помню, древние какие-то были апологеты, там, 2-й, 3-й век, ну, и потом бывали. Ну, чтобы сейчас курс апологетики – это удивительно. Ну, насчёт того, что это за слово, вы знаете, конечно. Апология, то есть защита. То есть задача этой дисциплины, с которой мы немножко познакомимся, совсем немножко. У нас с вами встреча, я посмотрел так, по-моему, ой, даже боюсь цифру назвать. Ой, слушайте, 13! Не страшно? Лекции говорят. Опасно! 13 лекций всего-навсего. Поэтому мы с вами остановимся только на некоторых вопросах из того необъятного курса, который должна бы охватывать апологетика. Какие-то вопросы? Кое-что я вам скажу сегодня, я вам зачитаю, чем мы можем, но сразу предупреждаю, сразу, с самого начала, учтите, многие из вас, для многих, это последний год обучения. Кто-то, может быть, пойдёт и в магистратуру, даже это не важно. Важно другое. Вы сейчас слышите и видите множество таких вещей, таких проблем и таких вопросов, на которые требуются ответы. Жизнь сейчас сумасшедшая, и человечество, чем дальше, тем более будет сумасшедшим. Я прозорливый, поэтому я-то всё вижу, может, не беспокоиться. Ещё более будут сумасшедшими. Об этом писал ещё Достоевский в XIX веке. И поэтому надо, пока не поздно, пока есть время, я вас призываю не только ко мне и ко всем другим педагогам, с которыми вы встречаетесь, обращайтесь с вопросами, решайте вопросы, пока не поздно. Обязательно. Это необходимо для себя. Раз. Но потом, учтите, все те, кто становятся священниками, они фактически дают клятву, обещание сделать всё возможное, чтобы помочь людям, обращающимся к ним, действительно познать истину. Ответственность, клятву. А это, по-моему, очень серьёзное дело. Дать обещание и вдруг потом не исполнить, вы знаете, это хуже не придумаешь. Поэтому какие вопросы у вас возникнут? Слышите, я вас призываю. Можете вставать говорить, можете писать записки, пожалуйста, можете на компьютере, на принтере отпечатать. Как вам это нравится! Но мы с вами должны в этом семестре хотя бы немножко разобрать, ответить и по возможности раскрыть необходимые вопросы так, чтобы вы могли уже выйти, выйти как подготовленные воины. Подготовленные воины, а не тот, который не знает, на что тут надо нажимать, какую кнопку нажать, чтобы стрельнуть. Сейчас народ, вы знаете какой, прекрасно знаете. Все получают какие-то знания, особенно получают знания фальшивые, прямо фальшивые. Развращающие – это номер один. Прямо развращающие. Целенаправленно, причём, вы слышите, целенаправленно идёт работа по развращению, прекрасно понимая, что это самое главное для того, чтобы человек слетел с пути и превратился в скотину. Со скотами легче. Скота может то пряником, кто – кнутом, и заставим делать то, что надо. А с человеком избави Бог, упрям, как баран. Главное – развратить. Кстати, один из таких тезисов масонства, главнейших тезисов, звучит так – разноздать, чтобы взнуздать. И всё. Ох, как умные люди! Как хорошо формулируют свои идеи! Правда же? И сейчас смотрят вот такими глазами, вращаются тарелки, компьютеры, что там, чего там. Ура! Тоже запомните, что человеческое сознание, точнее, человек обладает бесконечной памятью. Не то, что эти компьютеры, вы назовёте, сколько там, мегабайт или ещё, гигабайт, а бесконечной памятью всё до последнего отвечатлевается в нашей душе и уходят на какой-то уровень подсознания. На какой-то. Одни на поверхности остаются и постоянно мучают человека, другие пониже, иногда всплывают, третьи ещё ниже и ещё реже беспокоят, но все до единого остаются. И в конечном счёте дают себя знать. Запомните, пожалуйста, один из законов психологии, что наша мыслительная деятельность, а это значит, значит, деятельность всей совокупности нашей жизни определяется не сознанием в данный момент, а подсознанием. там накапливается всё с определённой информацией и уже определяет само сознание, как в данной ситуации поступить. Один в этой ситуации убьёт, другой изобьёт, третий скажет какое-нибудь слово, четвёртый, как Серафим Саровский, вообще скажет, убивайте. Я просто пример вам привожу. Учтите, что всё то, что мы воспринимаем, всё, никуда это не исчезает всеми нашими чувствами, никуда, остаётся. Кстати, это один из таких моментов, который особенно важно знать и понимать, когда говорят, что после смерти открывается всё. Да, открывается всё. Здесь мы забываем 99% и 9% в периоде открывается всё. и в частности, и что особенно страшно открывается то, что мы делаем вопреки своей совести и разуму. И разуму. Вопреки. Почаше знаем. Ну, что мне сейчас и некогда, и мне надо заниматься то-то. Я же понимаю, разум говорит, нельзя, сейчас тебе не нужно. Нет, не могу. И как, и как, что там, лягушка, или кто там прыгает в пасть, как кролик к удаву. Вот это надо понимать, друзья мои. Это чрезвычайно важный психологический момент, который, не знаю, психологи, ну, должны об этом говорить. Чрезвычайно важно. И это понимают люди умные, но настроенные совсем не в ту сторону. И поэтому основной девиз сатанистов всего мира, они, видимо, чрезвычайно организованы и обладают колоссальной мощностью. Ну, посмотрите, средства массовой информации. Основной процент их какой? Что там показывают? Знаем, знаем, что. То есть, это целенаправленная работа, чтобы заразить сознание человеческое всякими гадостями, испортить его, и чтобы он, бедный, мучился всю, не только всю жизнь, но и потом помучился, когда всё откроется. Так что, я о чём говорю, друзья мои, так что имейте в виду те вопросы, которыми будем с вами заниматься, я сейчас вам обозначу, может, прокомментирую, но учтите, ещё раз повторяю, постарайтесь, постарайтесь ради тех людей, которые к вам подойдут, попросят у вас помощи, дайте кусочек хлеба, а вы дадите мекину, вместо хлеба камень. А у меня ничего нет, верно, ничего нет. Почему? Я не интересовался, я не слушал, хлеба нет. Под камень. Тебе скажут, камень, спасибо, у нас их достаточно. Так многие уходят из церкви или, не придя ещё, поговорят только с некоторыми и скажут, знаете что, вы нам сказки не рассказываете, не рассказывают нам сказки, сказками ничто не называют, когда мы начинаем говорить только о чудесах, одни чудеса только, или о чудотворных иконах, или о мощах, или о святых местах, или о благодати, которую мы ощутили в святых местах, и только об этом, как будто христианство – это религия, которая даёт человеку одни наслаждения только внутренние. Беда, если мы не скажем, не скажем, как правильно жить, в чём состоит вот то, что мы называем духовной жизнью. А то, знаете, такие шикарные фразы – духовные ценности, православные ценности. А какие ценности, хоть скажите? Не убивать? Так это всем известно и так. Не пьянствовать? Ну, что говорить? Про чё это православие? Не воровать? И, конечно, вы слышите? Никто даже не знает, не говорим! Так это все вещи, которые знает любой человек. Грубятина! Нельзя, конечно, нельзя! А где тут духовные-то, скажите, ценности? Где они? Что это такое? – А то такое фразёрство! И ничего по существу! Ну, ладно, я вам сказал, друзья мои, желаете, пожалуйста, какие вопросы будут в любом виде. Правда, я всегда предупреждаю, делаю заметку такую, но все почему-то смеются. Я говорю, мы живём в 21 веке, и хватит говорить, хватит писать. Мы должны общаться как? Мысленно! Задавайте мне мысленно! Любые вопросы, на любые отвечу вам мысленно! Мы это оставим в запасе, лучше немысленно! Ну, хорошо, друзья мои, мне хотелось об этом вам сказать с самого начала, чтобы вы были в курсе, в курсе этого важного положения, характера наших с вами встреч. Ну, каков курс? То есть, какова тематика? В общем-то, она достаточно большая, конечно, зачитываем всё на свете, это довольно долгая история, но кое-что всё-таки, ну, я назову, чтобы вы знали, что нам с вами предстоит рассмотреть. Ну, что-то, наверное, из того, что я назову, всё мы никак не сможем при всём желании. Первое, вы знаете, приходится удивляться. В конце XVIII века великие французские просветители, я говорю, великие, да, но с иронией, объявили, что Христа-то и не было. Это миф! Ну, насколько это глупость, то это даже и говорить не о чём. Сохранилось множество исторических свидетельств о том, что это не миф, а реальное лицо. Множество сохранилось. Вы о них услышите. Но почему я говорю? И вдруг сейчас, вдруг слышу, в XXI веке опять начинают выплёвывать это. я просто поражён, потому что это это просто ну, невежество же! Вот, вводите в библиотеку, посмотрите вы этих Тацитов, Плиниев-младших, Свитониев, Иосифа, Флавиев, посмотрите! Чёрным же по белому! расчёт на невежество! На невежество расчёт! Христос – миф или откуда произошло это христианство, что называется, и начинается! Начинается! Причём, это говорят подчас люди, кажется, заслуживающие уважения по степени, по тем степеням, которые они имеют. Научшим, я говорю, степеням. Да. Откуда? Оказывается, это эллинская, то есть греко-римская философия, какой-нибудь там стоицизм. Откуда появились христианские истины? Оказывается, из той мифологии – христианские истины уже, не Христос! Из той мифологии и из той философии, которыми жил древний мир. И вот опять эти старые перепевы опять поднимают... Вы скажете, почему? Потому что другого нечего сказать! Нечего другого сказать! А задача серьёзная! Нужно во что бы то ни стало дискредитировать христианство как религию! Мне кажется, что сейчас, друзья, мы с вами вступили в эпоху первых трёх столетий. помните, христианство было религией там запрещённой и гонимой. Мы сейчас приближаемся прямо к этому. Я вам только скажу, что, оказывается, сейчас из всех, из последователей всех религий христиане являются самыми гонимыми в современном мире. каждые 6-5-6 минут погибает христианин только за то, что он христианин. Вы слышите? Вы слышите, что творится? Причём, самое уже, кажется, невероятное, ну, ладно там, допустим, это происходит в Африке, там, в Азии, то есть не ладно, а всё-таки на Ближнем Востоке, да, в некоторых исламских государствах, ну, мол, там враждебность. Нет! Европа и Соединённые Штаты Америки там, что происходит? Настоящие акты вандализма, которые с каждым годом, количество которых катастрофически увеличивается, просвещённые Европа, Америка, что случилось? Что действительно случилось? Откуда это? Я думаю, только обратившись к эпохе первых столетий, можно как-то постараться понять истоки, истоки этого невероятного явления. Христианство, на нём вся культура Европы выросла! Фактически, истоки-то оттуда, потом уже извратили всё на свете! Всё извратили! И, тем не менее, вдруг закрываются храмы! Вы знаете, какое огромное количество закрывается сейчас храмов в Европе? Я сам посещал, видел, видел уже эти храмы, которые сдают под разные игорные дома, там, спортивные и так далее, потому что никто не ходит! потому что душа человеческая, я вам скажу, чувствует, когда вместо христианства предлагают какой-то суррогат, то люди уходят. Что там предложили? Католицизм весь перешёл на почву какой? Решение социальных и политических проблем. Церковь! Всё внимание стало обращено именно на это, на решение социальных и политических проблем. Ну, социально, включая культурные, естественно. Всё внимание! Вы знаете, вот вы по интернету-то лазите, и вот интересный вопрос, кто-нибудь, может, реферат бы даже написал на тему. основные форумы Всемирной конференции, региональной конференции и конференции отдельных христианских церквей, христианских, я говорю так, тематика этих конференций. Вы знаете, интересной была бы картина. вы были бы поражены. Бедность, нарушение прав человека, неравноправие, действительно, экономический кризис, экологический кризис, всё, что угодно, только не вздумайте, то есть не вздумайте, только не душа человеческая, только не это. Вот это извращение западного христианства, оно привело к тому, что сейчас на Западе катастрофически уменьшается количество верующих, становится всё меньше и меньше. и сама религия превращается в какой-то предаток социальных государственных структур. Это опаснейшее явление. От религии ничего не остаётся. Департамент, знаете ли, департамент государственной жизни и больше ничего. И это распространяется с огромной силой. И, конечно, когда теперь сняты все препятствия или все пороги на пути между Западом и Востоком, идеологические потоки сейчас и в православии идёт тоже мощным потоком. Главное наше социальное, культурное, политическое, а то даже и спортивное и так далее. Всё, что угодно. Всё, что угодно. Возлюбленные во Христе организуйте команды. Вот эта тенденция, я бы сказал, или это извращение христианства и привело Европу к тому, что мы сейчас имеем. Буквально ненависть к христианству. Акты вандализма просто разрастаются масштабным образом по всем странам Европы. Я уже не говорю уже об всех извращениях. Вот так, друзья мои. Так что придётся, придётся, наверное, чуть-чуть всё-таки поинтересоваться и духовными истоками этих явлений и разобрать те, если хотите, аргументы, которые сейчас преподносятся человеку и которые в таком ракурсе ставятся, что он отворачивается от Христа и христианства как такового. Ну, что ж, ваша задача будет, если мы не потеряем веру, конечно. Кстати, мой интересный, я прочитал факт. Обратите внимание! Прошу обратить внимание! Германия. Давным-давно там теологические факультеты. Давным-давно. Вы знаете, они вводятся и у нас. Статистика на сто преподавателей теологических факультетов в Германии оказалось только двое верующих. Да здравствует теология! Не дурственно? Немцы немцы эту статистику дают! Никто не будет же! Нам бы не отстать, вы знаете! Двое, которые заявили себе, что они верующие! Вот это да! Я это только буквально вчера прочитал. Я никогда не ожидал такого. но еще бы! Теология! Это же как, знаете, как география, как история, как физика, как химия, теология. Причем тут вера? И человек кончает теологический факультет с чем? С каким багажом? яблочко яблочко от яблоньки недалеко, говорят, падает. Ну, так вот, здесь вот даже касаясь христианства как такового, откуда оно произошло? Из иудейства? Кажется, исторически прямо кажется, из язычества действительно Палестина была окружена вопросы очень важные, очень важные вопросы, на которые надо действительно дать хоть немножечко какой-то такой разумный ответ. Их несколько этих гипотез есть, то есть таких предположений, там, знаете, мифологическая точка зрения на происсовердение христианства и социально-экономическая точка зрения, да, эволюционная, то есть христианство появилось как закономерный результат эволюционного развития религиозного сознания. Вы знаете, какое противоречие здесь? мы видим сейчас, как христианство деградирует. Если бы оно развивалось, то бы оно достигло в таких вершин, оно бы стояло. Как раз нет, деградирует. Но об этом вы будете говорить. Вот, это один из таких важных вопросов с множеством тем. Другой вопрос, очень важный, это возможности человеческого познания. Что даёт наука? Что она открывает человеку? Какие вообще возможности научного познания даже мира? – Вы знаете, это чрезвычайно важный вопрос, с которым вам придётся встречаться. Наука – что вы? Божество! А какие возможности интересны? О! А философия? Ну, философия всегда была горда. А какие возможности философского познания? Это вам просто надо знать и знать аргументы, потому что вам придётся встречаться с педагогами, с научными деятелями, с руководителями. И здесь действительно нужно знать, что сказать и показать. И сослаться не просто на какие-то свои идеи, а что говорят учёные, и что говорят философы. Сами, сами, а никто не будет. это также, я вам скажу, является тематикой нашего с вами курса. Но, конечно, основным вопросом является вопрос о Боге. Вот мы говорим Бог, Бог, а кто такой Бог? Если мы будем людям отвечать так, как нас учат по догматическому богословию, они просто ничего не поймут. Их не это интересует. Это придётся сказать, но не сразу. Кто это такой Бог? А ещё сейчас вообще вопрос возник другой. Бог один? Один. Религий много? Много. Но все они, в конце концов, обращены к Богу? Ну да, к Богу. Значит, значит, он только по-разному, но все к одному Богу. И, значит, по существу все они одинаковы. Правда же? А там какой-то Павел, апостол говорит, я не хочу, чтобы вы кланялись бесам. Ничего он не понимал, конечно. Все религии одному Богу. Какие бесы ещё? Что придумали? Слышите, идея об этом? Ох, это серьёзнейшая тема нашего времени. Действительно, все религии направлены направлены на поклонение одному Богу или нет? Кратко скажу, в каждой религии только свой образ, своё представление о Боге. Именно это представление, а не сам Бог, является Богом данной религии. Поэтому в каждой религии свой Бог. Свой Бог. В одной религии око за око, зуб за зуб, возлюби ближнего, возненавидь врага своего. В другой религии любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас. В одной религии спи с кинжалом под подушкой, чтобы в любой момент вонзить этот кинжал в своего в своего ну, кого там, кому нужно отомстить. Месть превыше всего! И чего только нет! А эта идея сейчас, ой-ой-ой, какая! Все одинаковые религии, не беспокойтесь! Об этом вы поговорите, только хочу вам сказать, что, к сожалению, сейчас в первых рядах, кто эту идею не только афиширует, а буквально утверждает, является Ватикан. Ватикан собирает международные религиозные конференции, на которых присутствуют представители практически почти всех, в том числе шаманские, знаете, языческие, и там молятся вместе. Какому Богу? Какому Богу? А я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам! Я думаю, апостолы Павла скоро всё-таки должны анафематствовать за эти его речи? Вот какая тема-то! Это о Боге! А Логос? Логос? Сын Божий? Вторая ипостась? Это что такое? Об этом надо поговорить, друзья мои! Ну, как же! Кто такой Логос? Логос Стоякова? Логос Филона Александрийского? Или вообще что это? Это абстракция некая? Просто какой-то безликий интеллект? Что это такое? Вот так тоже одна из тем. Большая тема – проблема зла. Что это такое? виды? Что это такое? Каково христианское понимание? Что мы можем ответить на очень многие вопросы, связанные с этим? Я не знаю, в какой мере рассматриваются эти вопросы в нравственном богословии, но вы учтите, что требуется здесь апологетическое рассмотрение этих вопросов? Не обычное, а апологетическое, то есть ответ на возражение, ответ на критику. Вот что! Когда Христос говорит, если кто не возненавидит отца, мать, жену, детей и прочее, не войдёт в Царство Небесное, ах, вот что проповедует христианство, а, ну, ясно! понятно, что за религия? Религия – ненависть, да? В общем, проблема зла, его понимание, отсюда оценка различных теорий, вроде толстовства, не против злу, вот, все эти проблемы входят как раз в наш с вами курс. И, конечно, главнейшим вопросом является вопрос сущности христианства. Да, что же это такое в конечном счёте? Вопрос чрезвычайно важный, как в положительном его рассмотрении, так особенно касаясь тех искажений или искажённых картин его понимания, с которыми мы сталкиваемся. Увы, оказывается, мы так далеко ушли, что ой-ой-ой! я вам могу сказать об этом, но прежде хочу сказать, что сам центральный даже вопрос понимания сущности жертвы Христовой оказывается, далеко не однозначен, как это может показаться на первый взгляд. Причём, здесь есть принципиальные точки зрения, не проанализировав которые, мы можем оказаться, я не знаю, где. Ну, я говорю о католической точке зрения, которая говорит о выкупе Христом, или точки зрения многих протестантских теорий, которые заявляют о том, что Христос снял с нас все грехи, и наша задача только рассмотрение и благоустроение земной жизни, которому Христос открыл дорогу. Вот так. Вот, и в плане понимания понимания христианства, я вам скажу, тут целый вот ряд её неверных трактовок, которые обязательно нужно, с которыми познакомиться, обязательно нужно, обязательно, потому что многие из них, они буквально стали, если хотите, чуть ли не символом христианства во многих деноминациях, во многих конфессиях. Вот так. Что такое христианство? Одни говорят, религия прогресса. Какого? Ну, культурного, философского, если хотите, материального благополучия даже, материального обеспечения человека. и всё! На этой почве даже возникли так называемые богословия генетива, то есть, богословия и даже революции. Знаете, что это такое? Оправдание революции с христианской точки зрения и необходимости даже её борьба за справедливость и за права человека. или что такое христианство? Христианство – это религия, в которой имеется множество различных таинств, обрядов, с помощью которых можно достичь, достичь, ну, если хотите, так, в общем, сказать, чего угодно, но главное того, что мы желаем. Таинства – это средства и обряды, с помощью которых мы можем исцелиться от болезней, избавиться от скорбей, от несчастья, решать проблемы, все проблемы жизненные. Надо только найти, надо найти только кого? Прозорлиться, старца, знать, какой иконе помолиться. Например, если вы от пьянства, то нужно молиться только неупиваемой чаши. Если помолите, теперь другой иконой Божьей Матери не поможет. Вот, это надо, обязательно это нужно знать. Какому святому, какие молитвы, в каком храме, вы слышите, что такое? О, или сейчас на рождественских чтениях один священник произнёс, зачитал очень интересный доклад, очень советую, просто обратите внимание, некий протеерей Александр Новопашин о молитве по соглашению, которую пропагандирует с особой силой священник по фамилии Головин Владимир, который собирает миллиардные средства, буквально, не миллионные уже, потому что там вы можете заказать эту молитву за столько-то рублей, там минимально 400, потом там тысячи, полторы, две и так далее, и вас будут поминать, где? То где хотите? Ходите на Афоне, ходите в Иерусалиме, вас будут поминать! Интересно, а кто будет молиться любопытно? А что значит поминать? Нет, что значит поминать? Я стою на ранней, так, подбегает ко мне, как служит, даёт мне вот такой талмуд, книгу, почитайте, я говорю, что это такое? Что это такое? Ну, имена! Это кого подали? С ракоуста, на год, навечно! Я говорю, я буду читать имена, и что? Ну, вот и всё! А что вы ещё хотите? Разговаривать там некогда! Вы слышите? Талмуд настоящий, целая книжка! Я, конечно, так испугался, затрясся, и говорю, ой, извините, я плохо вижу! Он побежал к другому, как он мужчину нашёл, третьего, смотрю, раздаёт. Это что такое интересное? Это молитва, да? Это молитва? Любопытно! Заходишь в храм, момент поминовения, из алтаря несётся нестроенный хор, несколько священников, сразу вслух называют имена. Я помню, как-то был в буддийском храме, там то же самое. Это что? А молитва-то где? Разве в чтении имён? Что это такое? Никто даже не думает об этом, да? Вот я сейчас говорю, на меня посыпятся они громы и молнии! Ещё бы! Но я предлагал решение проблемы этой. Предлагал! Выйди, батюшка, нам вон с этой корзиной записок, и скажу, вот сейчас давайте все мы вместе будем делать следующее. Все те, кто подали вы сейчас повиновения, записки, сейчас молитесь о всех, кого вы подали. Слышите? Не слушайте стоять, а молитесь о всех, кого так, а я буду стоять и молиться о всех здесь, кого вы подали. Я буду молиться, и вы будете молиться, а не слушать, когда это произойдёт, девица Анна! Ей уже 90 лет, но слушайте за всей мочи, когда скажут, ах, пропустили! Оказывается, молитва нас не интересует уже. Спрашивают, а почему не сделать этого? Да, подавайте записки! Да-да, подавайте! Я буду всех, вот, молиться, кого подали. Но вы в это время, все, каждый, вот написали сто имён? Ох, какие вы любвеобильные! Сто имён написали! Вот, сейчас стойте и поминайте всех тех, кого вы записали. Молитесь, что вы, что вдруг молилась вся церковь в это время? И все люди молились, и священник молился о всех! Да вы что? Это не сопровержение христианства! Вы слышите? Превратили в какую-то магию! Я понимаю, человек может помолиться кого? Кого он знает? Даже о ком мы себе попросили, и он уже имеет представление тем, кто просит, и всё! Но это же сколько человек! Я могу, вот, помню и знаю, я могу молиться! А это что такое? Я никого не знаю! Пустые имена вычитывают! Вычитывают пустые имена! Эти дают, эти книжки! И ты стой! Я как-то одному здесь говорю, милость мира! Я говорю, что ты делаешь? Прекрати! Ты что делаешь? А он стоит, читает эту книжку, имена! Ответ меня убил, конечно! Мне благословили! Я не стал говорить, что тебе скоро, может быть, скажут, благословить, танцевать, как, может быть, во время литургии ты будешь! Что это такое? Вот, как можно понимать христианство! Классический по-язычески! Главное – вычитать имена! Когда, оказывается, можно, сверник может действительно молиться о всех, Господи, помилуй всех, кого здесь поминают! Господи, помилуй всех их! Это же две-три минуты! И вы все молитесь, кого вы подали! Слышите? Без вашей молитвы ничего не будет! Дайте хоть свою маленькую частицу души, а то стоят, слушают! Ну, вы сами понимаете, что такие, что значит такие речи, да! Никому не рассказывайте! Как же эта ересь уже невероятная! Что мы заставим молиться? Представьте себе! Чепуха какая! Вычитывать надо, а не молиться! Так вот, это вот такое обрядово-магическое понимание христианства! Совершить крестят, крестят как положено! Верят, не верят – это вы оставьте! Крёстный верующий, неверующий – неважно! Неважно! Главное – крестить! Ай-яй-яй! Эта тема очень большая, хорошая тема, которая необходима! Да! Ну и, конечно, для многих христианство – это поиск особых мистических наслаждений. Ищут именно наслаждений, экстазов, благодатных ощущений, даже не понимая, что христианство – это средство исцеления. а исцелённый человек, чем более тяжёлой была болезнь, тем большая радость будет у него. Но это религия исцеления, а не искания наслаждений! Это я просто кратко вам говорю. Конечно, в нашем курсе большое значение будет иметь понимание спасения – что это такое? Мы все говорим – спасение, спасение, спасение. Что это такое? Как оно понимается в других религиях? В чём отличие христианства? Христианского понимания – это чрезвычайно важно! Потому что здесь то же самое! Не знаю, сколько тут невероятных вещей! Ну и, конечно, это вопрос о спасении вообще в целом человечества. Вопрос чрезвычайно важный. Для чего Бог создал человека? Вам отвечать на это, да? Для чего Бог создал человека? Ну как, не знаете? Спасутся только праведники! Праведников на земле вот такая кучечка! Значит, Бог создал человека для чего? Для вечной гибели, для вечных мук! Так? Вы что? С ума сошли? Ах, не так? А как же? Правда же вопрос? И вот тут есть несколько взглядов. Есть формально-канонический взгляд, по которому спасутся только те, которые в православии приняли крещение и живут праведно. все прочие, все неправославные, то есть все, не только там нехристиане, но все погибнут. Есть взгляд теосовский, по которому, оказывается, неважно, кто ты, все спасутся. Христос не нужен. Христос вообще никакого значения не имеет. И есть, оказывается, учение святых отцов по этому вопросу. Также чрезвычайно важная тема – это учение о церкви. Что она есть? Что она есть? Интересно. Да. Тему о таинствах. Чем отличаются христианские таинства от языческих, различных, мистических действий? Это очень важно. То же самое. Ну и, конечно, понимание всех этих всех этих таинств чрезвычайно важно, конечно. И, наконец, может, последняя тема, тема, которая... Я не знаю, кого интересует она. А почему христианство? С какой стати? А почему не в другая религия? А почему христианин вообще? Ах, родился в христианской семье? Ну, понятно. Ах, попал в христианскую среду? Понятно. С волками жить по-волчьи выть? О, достоинство какое! Великолепно! Нет, почему христианин? Скажите, почему? Почему не мусульманин? Не буддист? Не синтоист? Не индуист? Нет, почему? Правда, неинтересно? Совсем неинтересно? Совсем неинтересно! Да? Какие у вас основания, простите, считать, что христианство действительно это религия истинная? То есть, какая истинная? Да она от Бога! Это вы так верите! А аргументы какие у вас? А какие аргументы? Никаких? Ну, и всё. Тогда какая разница? Не правда ли вопрос нужный? Кстати, вам же придётся всё-таки выступать! Хотите вы или не хотите, придётся выступать! Придётся, может быть, и в школах даже! И этот вопрос вам будут задавать! Почему, христианин? Какие основания? Так же, как и спрашивают, откуда вы взяли, что Бог есть? Какие у вас основания? Придётся! Так что, вот, смотрите, конечно, может быть, вас это не интересует, я смотрю, может быть, это не всех интересует, конечно. Главное, это... Мы живём вечно на Земле, естественно, и главное нам решать проблемы не эти, да. Главное, как устроиться здесь. Это я понимаю, конечно, да. Да, но всё-таки так нужно хотя бы честь мундира, наверное, защищать. Да, отвечать придётся на эти многочисленные вопросы. Я вам просто обозначил их с тем, чтобы вы имели представление о том, чем мы будем заниматься. Один из вопросов, который я не обозначил, «А почему мы православные?» И православные ли мы? Почему православные? Почему не католики? А, попали в Россию! Ну, конечно, да, это очень серьёзно, да, аргумент сильный. Почему не какие-нибудь протестанты? Ну, вот так, друзья мои. Я попытался обозначить вам основные, то есть далеко это не все, конечно, темы, но некоторые из тех тем, которые, которые, возможно, возможно, придётся нам рассматривать. Так-так, друзья мои. Ну, хорошо. Я прошу, значит, вас о чём? Подумайте над тем, что я вам предложил, именно о том, чтобы пока ещё мы находимся здесь, в этих стенах, разрешить вопросы, которые или уже есть и слышали, или предполагаете, что они могут возникнуть. Пожалуйста, пока есть такая возможность, пожалуйста. Нет вопросов. Хорошо. Нет, не надо. Всё равно все помрём, кстати. Имейте в виду. Имейте так. И зачем всё это заниматься вопросами? Я даже понять не могу. Я возлежу у зубного врача, молодые ребята, врачи, значит, тут копаются, сейчас пауза, я говорю, слушайте, вы мне не ответите на такой вопрос. Они говорят, какой? Я говорю, вы знаете, тонет корабль. Все это знают, знают, объявлено, что корабль тонет. Один чудак какой-то занимается своей каютой, что-то красит, моет, переделывает, ему говорят, ты что, с ума сошёл, что ли, или нет? Корабль же тонет. Он, ну, пока тонет, а я пока каюту свою знаете, как обустрою? Будет, о! Картинка будет. Я говорю, как вы думаете, этот человек? Как вы его назовёте? Они говорят, что это, сумасшедший какой-то? Я говорю, что вы сказали? Вы что сказали? А что мы сказали? Я говорю, как что? Вы разве не знаете, что наш корабль тонет, что каждый рождённый приговорён к смерти? Вы разве не знаете об этом? Они – фух! Вы такой… А чем вы занимаетесь? Обустройство своей каюты. Но всё-таки подумать о том, что корабль тонет, то надо или нет? Ну, слушайте, это вы что-то такой странный вопрос задали. Обустраиваем свою каюту о том, что корабль наш тонет, наш, мой, а не чей-нибудь. Об этом я не думаю. И думать не хочу! Олимпиада? Или что там? Чемпионат? Или ещё что-нибудь, конечно, похуже. Главное – это здравствует компьютер. Это у других тонет, а у меня не тонет. Правда, интересно? Ну, запомните, может, вам пригодится. Для этих молодых ребят было это такой неожиданностью, как, знаете, как гром среди ясного неба. Они никогда не предполагали, что их корабль тонет, что это только у других тонет. И здесь неожиданный такой поворот судьбы. Так что, видите, оказывается, можно даже лёжа в кресле, там, у зубного врача, можно что-нибудь такое сказать, интересное. Да, но я им книжечки дал всё-таки. Они, ну, давайте, это интересно, это интересно. Я говорю, да вот чудак один написал тоже что-то такое. Может, вы посмотрите, может, вам пригодится. Мы, конечно, когда встречаемся с людьми, то должны понимать, что никаких случайностей принципиально, с христианской точки зрения, в нашей жизни нет. Вообще просто нет случайностей. всё обусловлено, но обусловлено прежде всего, чем нашим состоянием, нашим духовным состоянием. Не происходит у нас ни радости, ни страдания случайным образом. Исаак Сирин, святой, говорил, Бог никому не воздаёт. У него нет воздаяния, а он смотрит только на то, что его действие принесёт человеку, какую пользу принесёт человеку. Поэтому разумный человек, разумный христианин, он в каждой ситуации своей жизненной именно ищет эту пользу. То есть рассматривает любой факт своей жизни не как что-то, что произошло и прошло. Нет. а он ищет пользу. Недаром ещё древние говорили и отцы потом говорили, кто неискушен, неискушён, то есть, тот неискусен. Видите, как рассматривали все события в своей жизни с точки зрения божественного промыслу, Бог каждому человеку, каждому человеку попускает совершаться только то, что должно служить его пользе. Всё! И то, что мы оцениваем положительно, и то, что оцениваем даже отрицательно. Даже сами грехи, в которые мы впадаем, даже они, и, может быть, они прежде всего, должны быть научением человеку. Научением! Так же, как мы, знаете ли, где-то такое ходим, по какой дорожке, и в одном месте где-то спотыкаемся. Что-то там торчит такое, и всё! В другом месте. Как? Не обращать на это внимания? Значит, каждый раз будешь шишки набивать. Нет! Надо обратить внимание! Так и даже те грехи, которые у нас происходят, нужно обратить внимание на них, потому что они являются вот тем, я не знаю, чем камнем, или там, который лежит, а который мы спотыкаемся. Это мы спотыкаемся об этом, и это надо учесть. Учесть как? Вот этому как раз и учат священное предание церкви, как жить, чтобы, спотыкаясь, учиться не спотыкаться. Слышите? Спотыкаясь, учиться не спотыкаться. В противном случае мы ничего в нашей жизни не приобретём. Ничего не приобретём. Умный человек, он сразу же реагирует, да, здесь нельзя, здесь надо быть осторожным, предупреждает других, сам идёт. Глупый? А, ничего! Чего там? И в канаву. Так что, видите, оказывается, действительно, это очень-очень важное дело, что всё, что происходит с нами, происходит действительно по премудрому и любвеобильному промыслу Божию. Если это помнить, тогда совершенно иначе мы будем относиться ко всем обстоятельствам в нашей жизни, которые возникают у нас, которые происходят у нас. Можете сидеть. Как быть при искушении? Как себя вести? Вот у меня год такой продолжается. Вроде стараюсь, и нет... Какое ж вас искушение мучает? Искушение мучает? Да. Если это... Я не священник, и публичные исповеди уже давно-давно отменены. Да. Здрасте, явности меня мучает, хотя я уже в таком год, если что-то стыдно сказать, но... Это неважно. Возраст тут не помеха. Любви все возрасты покорны. Вы знаете, в Арсенове Великий советует так. Господи, молитвами Её, кому вы ревнуете, Её и моих грешных молитв. Помилуй меня! Значит, молиться Её и моих молитв. Помилуй меня! Вот если некоторое время, говорит он, говорит он, человек будет так молиться, то он скоро увидит, как отходит от души, потому что это как тёмное облако, которое находит. Это облако, а вовсе не то, что будто вы сама с душой. И облачко, оно пройдёт. Господи, Её молитвами и моими тоже помилуй нас. Всё. Вот такой совет в Арсенуфе Великого никого не будет. Профессоров лучше не спрашивайте, потому что они ничего не понимают в этих вопросах или скажут такое, что вы не обрадуетесь. А вот в Арсенуфе Велике это другое дело. Это уже люди опытные, которые знают, что сказать. Это вопрос такой, кстати, очень-очень важный. Вопрос вы задали, потому что он чрезвычайно, так сказать, распространён в нашем мире. Ну, природа его, конечно, понятна, хотя, может быть, не для всех понятно. Все греховные проявления, которые возникают в нашей душе, являются ничем иным, как болезненным выражением прекрасных, совершенных, добрых свойств, данных нам, Богом в творении. И ничем иным. И поскольку любовь к себе, то есть к своей душе, чтобы она не погибла, чтобы нас послать, чтобы она была с Богом, любовь к себе – это же прекрасные свойства. Но у нас, знаете, как в кривом зеркале – раз! И перекосилось всё. И всё перекосилось. Это надо понимать, что дело в кривом зеркале. И поэтому надо вот так – Господи, помилуй того! Это относится не только к ревности, это относится вообще к неприязни, ко всякому гневу, зависти, ко всем этим вещам. Оказывается, вот эта молитва является очень сильно действующим средством. Мы обращаемся к психологам, они начинают, знаете ли, сейчас такие вещи подсказывать, что не знаешь, куда деваться. А здесь из опыта познано. Поэтому надо, значит, молиться о том человеке и его молитвами, Господи, помилуй и меня, грешник. Можно даже вот так он говорит. Господи, молитвами его, помилуй и меня. О! И через некоторое время, если повторять это сознательно и достаточно настойчиво повторять, то отходит это тёмное облако с души человека. Так что это очень важно. Я думаю, что потом и вам пригодится и другим, с другими поделитесь тоже. У меня вопрос общий, так сказать, потому что он касается многих моих прихожан. Он заключается в том, что люди, когда пытаются заниматься духовной жизнью, очень часто жалуются на такую проблему, что человек находится в постоянном напряжении, чтобы не осуждать, не раздражаться, не вневаться, стараться незавидовать, стараться молиться. И вследствие этого напряжения наступает как бы эффект перенатряжения. Люди начинают уставать, начинают падать, ещё большие согрешения или падают, продолжают. Вот вопрос стоит, как удержаться в этом и не пасть? Или если пасть, то как это делать немножко крайнее, чтобы чувствовать себя духовно измученным и духовно уставшим? Вот такого типа вопроса. Да, вопрос тоже очень жизненный. Мне кажется, что когда спрашивают, то об этом надо бы этому человеку сказать. А вот хочется очень украсть. Что же делать? Очень хочется! Как тут? Напряжение? Перенапряжение? Или что? Что делать, чтобы действительно не сделать этого? Чтобы удерживать себя? требуется напряжение? Да. Тут никуда уже не денешься. Но святые отцы говорят, что в этом наблюдении за собой тоже надо соблюдать меру какую, не засуживать себя, а понимать, что мы все больны, все больны. И как больные, мы должны, они советуют, должны как можно чаще произносить молитву мытаря, вот, неделю которого празднуем, да, или молитву Иисусову. Просто, как вспомнили, так надо понуждать просто себя к этому и понимать, что ждать от себя чего-то такого сразу святости – это просто глупо, неверно и ошибочно. А надо это сознавать, сознавать, что к чему тянет. И, конечно, насколько это возможно, не красть, не залезать человеку в карман, хотя очень хочется забраться. Вот так. Никакого перенапряжения не будет, но нужно самое главное, что всё-таки осознать себя, что я болен, а то, видите, я занимаюсь духовной жизнью, не подходите ко мне, иначе я ополю вас своей благодатью. Я духовной жизнью занимаюсь, вы подумайте только! Сама фраза убийственна просто, просто убийственна, что такое занимаюсь духовной жизнью? А, я занимаюсь тем, чтобы не воровать, да? Это я занимаюсь духовной жизнью. Правильно, это духовная жизнь, но я себя от чего удерживаю-то? От пакостей. Духовная жизнь как раз и состоит в том, царство Божие силой берётся, и только употребляющее усилие. А какое усилие? Ну, просто хоть некоторые наблюдения. А Иоанн Кронштадтский вот подаёт нам пример в этом отношении очень хорошее. Как только он в чём-то согрешал, он тут же каялся, хотя у него тоже было сочинение, которое он мог пойти, тут же обращался к Богу, и таким образом, вы знаете, как обращался? Вот, вот не знаю, у кого есть такой опыт сейчас, из христиан, или нет. Какой опыт? Обращаюсь я опять к Богу моему, прости меня, да что же я сделал? И! И! И вновь я ощутил пространство в душе своей, то есть пространство – свободу. Оказывается, можно молиться и почувствовать прощение, которое даёт Господь. А я не знаю, многие ли это чувствуются? А то мы так – Господи, помилуй, Господи, прости! И поехали дальше! Ни малейшего отзвука, то есть никакого, никакого, так сказать, обращения фактически нет. Он как молился, Господи, от всей души и чувствовал, и прямо, он много раз это пишет в своём дневнике, и вновь я почувствовал пространство, то есть, вот, был связан и вдруг почувствовал вновь, он выражает словом, пространство в душе моей. Вот, оказывается, какое дело! Вот научиться вот так молиться, мы бы избежали, знаете чего? Сейчас очень многие чувствуют в душе тоску, уныние, неудовлетворённость, постоянно только, знаешь, осуждают других направо-налево, какая-то смута в душе и не знают, что делать, и не знают, почему. Вот почему! Хоть бы поучиться, хоть немножко молиться, надо молиться до тех пор, пока не почувствуешь пространство в душе своей. Вдруг раз – и снято! Человек с величайшей благодарностью тогда Бог, Господи, слава Тебе! А знаете, как ведь бывает о человеке, осудишь человека, и на душе что? Чувствует сам, сделал не то, паршивец! Что ж ты другого осуждаешь? Хорош нашёлся! Так помолись об этом! Господи, прости меня! Негодного! Прости меня! Сколько? Минуту, две, три? Много, не потребуется много! И сбросить с себя этот камень с души, а на нас так и наваливается, и наваливается это камни один за другим! И мы даже пальцем не шевельнём, чтобы сбросить их! А потом, когда исповедь, подходим, да, под фарточек, это под епитрахель, да, как говорят бабушки, под фарточек к бабушке подойти! Вот так! Делаем слово помышления! Там прощаю, разрешаю! И идёт! И идёт, бедный! Нельзя смешивать таинство покаяния, когда мы подходим к священнику, читаются молитвы, и покаяние, которое приносил он, Давид, как приносил! И говорил, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит! О! Да! Мы совсем не знаем, что такое молитва! Совсем не знаем! Вот жалко, вы понимаете, вот я помню, был разговор как-то, я говорю, хорошо бы всем бы, учащимся, ну и учащие до сих пор должны, пройти через хороший монастырь, через монастырь послушания и научение молитве, молитве научиться, молитве! Как бы хорошо, чтобы все были послушниками, все до единого! Пусть кому-то дали без дарования обетов, пусть его облачили в иноческое одеяние, без обетов! И потом, пожалуйста, ты спокойно потом получил некий опыт, иди, жениться, женись! Вот так, если видишь, что тебе это не подходит, если видишь, что это тебе не подошло, что ты поспешил немножко, но обетоваясь не принял, ты пока свободен, пока ещё ты свободен! Вот! Ну что, ошибка? Я сказал, даю слово с седьмого этажа, прыгну! Прыгну! А потом увидел, дурак! Сумасшедший! И что я должен теперь делать? Что, прыгнуть? Или увидел, что я глупость порол? Пока ещё не прыгнул, голубчик! Простите, извините, но я лучше по лестнице сойду! Эти вещи надо понимать. То иногда мы становимся рабами своего скороспелого, подчас нерассудительного, неумного, безопытного решения и делаем сами себя потом рабами. Тебе, так, так, вот,